Привет, друзья! Сейчас мы с вами нарисуем замок, но не просто картину, она будет являться как бы фоном, рисунком заднего плана. Дело в том, что у меня стоит задача нарисовать девушку в средневековой одежде, здесь она займет большую часть картины, здесь же будет какая-то стена каменная, тоже, наверное, часть какого-то замка, окошко с витражом. И остается довольно-таки большой участок полотна. Чтобы картину сделать интереснее, чтобы можно было ее рассматривать, я решил здесь нарисовать замок. Итак, сначала наберем небо произвольно, не нужны слишком яркие тона, поэтому я... Ну, краска здесь голубая ФЦ, немножко добавил розового и притушил ее коричневым. Вот, получилась вот такая вот синеваша, грязноватая краска. Набираем с учетом того, что у нас будут выступать элементы, вот, часть шляпы, здесь должен быть, как бы, переходный... Ну, а в общем-то, в общем-то, произвольно. Это у нас, как бы, будет участок неба ближе к нам, поэтому он будет темнее. А чем дальше горизонт, будем высветлять здесь, буду добавлять больше голубую, вот такую вот, и горизонт окончательно высветлю. Ну, задача несложная, так что пропустим этот этап. Итак, я набрал небо. Почему именно так? Дело в том, что у нас этот участок слишком высокий. Уровень здания мы не можем поднять выше, вот, всего у нас будет, вот такая часть. Поэтому на такой высоте и на маленькой ширине нужно было показать многоярусность неба. Вот, а задний план я умышленно сильно выбелил. Это тоже не случайно. Сейчас вот мне нужно показать зелень здесь. Но в первую очередь зелень самую дальнюю, которая будет на самом дальнем плане. Вот она будет тоже такого же зеленовато-сероватого, сиреневатого какого-то оттенка. Чтобы показать вот большое пространство между даже вот этим дальним планом. Значит, показать еще, что дальше еще что-то есть. Поэтому сейчас вот эту зелень буду делать и приглушенными такими зеленоватыми, сиреноватыми оттенками. Вот, начну помаленьку вписывать. Краска вписывается в предыдущую и получается вот интересная такая зеленочка. Примерно определю для себя уровень, докуда я могу ее поднимать. Здесь как бы планирую еще сделать зелень переднего плана, а эта должна немного выступать за нее. Вот сейчас я как-то вот так. Никакой прорисовки, просто одни намеки будут здесь. Намеки на дальний план. Итак, с кустами пока закончили, на этом нужно остановиться. Вот, наверное, уже видно, что создается эффект вот дальнего плана. Сейчас приступим к архитектурке самой. Башенки буду рисовать все дела. Но, опять же, не чистую буду брать краску, а притушивать ее сиренем. Вот я, допустим, взял, вот так показать, сейчас покажу вам. Так, вот взял, вот так видно, основной цвет, вот я взял, да, светлый и теневый, и притушил ее, вот отдельно у меня разведенная сиреневая такая грязная краска, вот я притушил, это уже не чистый цвет, а в смеси с цветом, для того, чтобы создать вот расстояние, состояние там воздуха, пространство какого-то. Ну, и вот, просто начну показывать эти участки. И сразу буду показывать, вот здесь планирую, как бы, замок на воде какой-то, может быть, это озеро или еще что-то, буду сразу показывать отражение. Вот, смотрите, я просто заполняю эту архитектурку где-то и сразу наношу отражение. То есть, освещенную часть я освещаю в воде. Вот так, нехитрым таким способом. Точно так же буду наносить и теневую часть сейчас. Итак, друзья, ну, здесь брали, я уже говорил, ну, это притушенные краски. Обозначили домики. Притушенные почему? Потому что, уже говорил, что все-таки это задний план. И еще один момент. Девушка вот эта, как раз соприкасается это место с рукавом. И предполагается, что блузка будет белой. И вот потемнее все-таки тон взял, иначе было бы сложно выполнить белую здесь ткань. Ну, а дальше вот еще строение сейчас буду делать дальше. И здесь уже можно брать краски, ну, поярче, потеплее. И зелень тоже можно здесь уже делать немного ярче. Но, опять же, не в полную силу, потому что, ну, потому что все-таки может вылезти вся эта беда на передний план. Так, ну, поехали дальше. Итак, друзья, вот что у нас получается. Вот. Сейчас какая задача? Показать отражение от кустов в воде и отражение от неба. И объединить все эти дела. И посмотрим, что из этого получится. Детали сильно прорисовывать я здесь не хочу. Потому что, как бы, здесь основная задача создать вот эффект какого-то старого строения, замка, там, или большого дома на заднем плане портрета. Так, ну, и где-то добавим освещенности. Светиков раскинем. Хотя это задний план, но просится, просится вот яркие места, вот, посвященные солнцем усилить немного. Хотя я понимаю, что может получиться слишком жестко, но хочется, хочется как-то дать побольше эффектов. Теперь моя задача. Так, моя задача поработать над водой. Объединить вот отражение и отражение от здания и отражение от неба. И вот вот такими прям жесткими переходами я буду выделять. Здесь система какая? Чем контрастнее вот этот переход, тем вода приобретет более такой яркий, насыщенный оттенок. Ходят как бы, пересекаются с темными. И вот эту вот самую грань я пытаюсь сделать поконтрастно. Тем самым и создается эффект блестящей воды. Так, и вот отражение от здания, вот освещенная часть здания, отражение тоже покажем ее таким же образом. И вот чем дальше к горизонту, тем вот эти хвостики будут короче. Вот таким образом. Чем ближе к нам, тем длиннее они будут дальше заходить вот на освещен. Даже вот делаю, что разрывается и потом продлить. Тоже создает эффект вот живой воды. Так. И на темном вот на сплошные места, где вот вертикальные вот эти пятна, мы сейчас перебьем тонкими горизонтальными линиями. беру вот просто краску на мастихин, на край беру ее немного и вот таким вот образом провожу. Тонкие совсем линии, это придаст блеск воде. Увлекаться не нужно и обязательно нужно, чтобы они были горизонтальными. Потому что если они будут кривыми, то вода у нас получится волнистая. достаточно. Ну, друзья, пока на этом нужно остановиться. потом, 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 когда полностью картина будет написана, посмотрим, стоит ли корректировать здесь что. Напомню, что краски брали мы притушенные, не чистый цвет, а добавлял в него сиреневато, грязновато, голубоватый такой и вот сейчас вроде как они кажутся яркими, но когда буду писать чистыми красками, яркими, это все проявится, они сразу поблекнут, и вот поэтому сейчас не нужно трогать, нужно закончить картину и потом уже будет все видно. Ну, буду писать сам портрет, тоже буду делать ролик, если кому интересно, заходите, если нет, то всем удачи, пока!